Это город С, меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Мы в своей программе уже неоднократно рассказывали о работе ветеранских организаций. И сегодня речь о Красноглинском районе, потому что к нам в гости пришла Любовь Филиппова, председатель общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Красноглинского района. Здравствуйте, Любовь Сергеевна. Здравствуйте. Начать хочу с того, что вы, наверное, выделяетесь из всех аналогичных организаций тем, что у вас район очень большой. И причем он не просто большой по площади, а он разбросанный достаточно по территории. В связи с этим, наверное, тяжеловато вам работать. Да, есть основания предполагать, что нам труднее, чем всем остальным организациям, городским организациям ветеранов войны, труда и вооруженных сил и правоохранительных органов. Протяженность большая по площади Красноглинского района. Поселки удалены друг от друга на расстоянии 8-12 километров. Появились новые районы, например, из Крутых Ключей. Чтобы председателю добраться до нашего центрального офиса, нужно с двумя пересадками проехать. А там, наверное, молодежь одна живет, нет? Нет. В Крутых Ключах очень много ветеранов. Там получали квартиры ветераны. У нас есть и участники войны там проживают. И очень много тружеников тыла. На сегодняшний день больше 200 ветеранов проживает в Крутых Ключах. В 15-м году мы создали первичную организацию «Микрорайоны Крутые Ключи». В том году открылась школа, самая большая школа в городе Самара, которая приняла в свои ряды около тысячи учащихся. Да, но это не члены вашей организации уже. Но тем, как бы сказать, знаменательное это событие для нас, что мы еще дополнительно приняли одну школу, где есть музей имени Калашникова, и где мы проводим уроки мужества. То есть наши ветераны и там. Район такой развивающийся. Там установлен монумент танк Т-34, и поэтому мероприятие в День танкиста в августе мы тоже проводим в Крутых Ключах, куда собираются все ветераны. Любовь Сергеевна, сколько членов организации на сегодняшний день? Наша организация на сегодняшний день насчитывает более 29 тысяч человек, ветеранов всех категорий. 84 участника войны, 900 тружеников тыла, 20 бывших малолетних узников, 21 житель блокадного Ленинграда, 181 репрессированный ветеранов, 181 человек. Потом в нашей категории также есть герои соцтруда. Он же у нас и участник войны. Сушков Александр Петрович, которому в 15-м году исполнилось 90 лет. Вот единственный герой социалистического труда. Тружеников тыла, конечно, вот даже на 1 января этого года было почти тысячи. Вот на сегодняшний день, на 1 июля, осталось 900 человек. Уходят из жизни наши ветераны. Но среди ветеранов, участников войны, есть долгожители. Разброс от 100 лет до 94. То есть 100 лет самый возрастной у вас член организации. Да, да. У нас 20 первичных организаций. Из них крупных поселковых. Поселки Прибрежном, поселки Мехзавод, который насчитывает 6400 ветеранов. Поселок Управленческий, 5800 ветеранов. Красная Глинка, поселок Прибрежный, поселок Береза. Можете представить. Чтобы приехать даже к нам сюда на плену, на заседание президиума, приходится довольно трудно. Как вот вы, такая хрупкая женщина, управляетесь таким огромным хозяйством? Ну, я пришла сюда в 2007 году бухгалтером, работала бухгалтером. Потом меня ввели в члены совета. И как-то вот пришла и осталась. Вроде пришла ненадолго. Позвали помочь бухгалтерии. Ну, я помогла и осталась. И как-то, знаете, вот настолько мне стали близки заботы и чаяния ветеранов и пенсионеров района. Я с ними нашла быстро общий язык, со всеми перезнакомилась и влилась в коллектив. И по сей день нахожусь там. В 2014 году, после смерти замечательного моего учителя, наставника, гнусаревой Маргариты Дмитриевны, которая долгое время возглавляла Совет ветеранов, она ушла из жизни на 1986 году жизни. И меня избрали председателем. Ну, наверное, доверяли. Я так думаю. – Любовь Сергеевна, я знаю, что Ваша организация готовится к юбилею. И 30 лет – это, ну, все-таки большой юбилей, наверное, для организации. Что в связи с этим вот сейчас изменилось в Вашей работе? Наверное, прибавилась забота? И вообще, как это все будет? – Да. Мы в том году уже в декабре на заседании президиума, потом пленума Совета ветеранов нашего района приняли решение о подготовке к 30-летию ветеранской организации Красногринского района. Поскольку у нас, помимо поселковых, есть еще и секции, такие секции, как вооруженные силы, секции МВД, большие, многочисленные, секции репрессированные. Поэтому подготовка идет и хорошо, и в то же время сложно. Составили план. План обговорили с администрацией нашего района, с городским советом, с областным советом, естественно. И приступили к подготовке. Поскольку 20 мая исполнилось 30 лет, мы поэтапно начали проводить мероприятия к этой дате. 19 мая мы ежегодно, только наш район, проводит фестиваль ветеранских хоров. У нас 9 профессиональных ветеранских хоров. И вот мы провели фестиваль 19 мая, куда пригласили… – Все 9 пели? – Все 9 пели. Каждый коллектив насчитывает от 12 до 25 участников хора. В каждом поселке, поселке Береза, свой хор, поселка Минезавод, а в поселке Красная Глинка два ветеранских хора. В поселке Управленческом на сегодня тоже уже два ветеранских хора и один хор инвалидов. То есть все принимают участие, проходят хорошее праздничное мероприятие. Вот мы его открыли, посвященное 30-летию нашей организации. На экране показывали слайды о работе нашей организации. И потом преподносили руководителям хоров подарки и цветы. – Любовь Сергеевна, это у человека, когда день рождения, он, наверное, думает о том, что поставить на стол, позвать гостей и как это отпраздновать. А день рождения организации – это нечто иное, наверное. И речь ведь не только о том, чтобы как-то торжественно отпраздновать, вкусно угостить людей. – Это, наверное, на протяжении всего вот этого периода, вы вот уже одно мероприятие назвали, вот этот фестиваль. А, наверное, запланировано еще много каких-то событий. – Затем мы все время у нас ежегодно в нашем районе проводятся свадьбы, бриллиантовые, золотые свадьбы ветеранов. – Ой, как это проходит? – Проходит хорошо, часто показывают, и в том году, по крайней мере, показывали по второй программе, и в этом году показали, но не указали, в каком районе прошло это мероприятие. – Участвует от 10 пар до 20 пар. Мы два раза в год проводим по мере того, как наши поселковые советы, председатели поселковых советов, как бы, составляют список своих супружеских пар. Привозим их, доставляем, составляем программу, пишем мероприятие вместе с ЗАГСом, приглашаем гостей. Торжественно, очень-торжественно, очень красиво проходят мероприятия. И одно мероприятие в мае, которое мы посвящаем, естественно, Дню Победы и 30-летию, а второе вот будет в ноябре, в декабре, которое мы проводим, посвящая его Дню Пожилого Человека. У нас 9 пар поприсутствовало в мае, и теперь уже 14 пар у нас, как бы, анкет, заполненных анкет на ноябрь-декабрь. – Какое счастье, да, прожить. – То есть осенние, золотые, бриллиантовые свадьбы, да, тоже очень проходят торжественно, с подарками. Дети выступают, дарят нам песни, профессиональные коллективы, хорошо готовится ЗАГС, и мы проводим очень хорошо мероприятия, торжественные, на протяжении уже многих лет. Вот фестиваль мы, ветеранский хоров, 18-й в этом году провели, и золотые свадьбы тоже очень давно проводим. Следующее мероприятие у нас, это вот второе было мероприятие, следующее мероприятие мы посвящаем уже, каждый в поселке проводит свои мероприятия, и готовим альбом к 30-летию, наш, Совета ветеранов, большую книгу памяти. И поселковые советы мы приобрели альбомы для секций, тоже альбомы приобрели в 20 первичных организаций. Заказали сами, все изготовили, красочно оформили, и сейчас раздали председателям, и председатели со своими советами уже эти альбомы оформляют. В середине июля они должны будут нам все данные дать по созданию. То есть в своем альбоме Совета ветеранов мы напишем летопись создания нашей ветеранской организации, кто стоял у истоков, все наши мероприятия. Естественно, вспомним и разместим фотографии всех наших председателей, которые ушли из жизни. Также сделают и первичные, только они создадут летопись своих альбомов о ветеранских организациях, поселка Прибрежный, Береза, Красная Глинка. Потому что создавались, мы создались в 87-м году, они создавались с 87-го по 89-й год. Затем к нам еще вошли на правах коллективных членов секции, вот МВД, репрессированные, бывшие малолетние узники, и они тоже готовят свои альбомы. Мы проведем выставку альбомов и как бы проведем конкурс на лучший альбом в августе. И планируем 7 сентября провести большое торжественное мероприятие, уже окончательное, для ветеранов района, куда приедут и ветераны всех поселков, соберутся ветераны секций. Мы пригласим гостей, естественно, и готовим это мероприятие. Отрадно мне вам сказать, что в подготовке участвует наша администрация. Вы сказали, что подготовка к мероприятию идет с одной стороны хорошо, с другой стороны тяжело. А что, какие проблемы, что вы подразумеваете? Проблемы, вот даже проконсультироваться, поехать, расстояние, естественно. Это печать фотографий, это, естественно, финансовые средства. Вот, но у нас есть помощники. Нам бы хотелось, конечно, и помещение к этой дате, чтобы уже тоже было готово помещение наше к этой же дате. Вот, пробуксовки есть. Ну, мы, во-первых, наверное... И, естественно, да, естественно, что нужны помощники. Помощники из числа кого? Из числа администрации они есть. И из числа, естественно, тех людей, которые неравнодушны, неравнодушно относятся к жизни ветеранов. Ну, спонсоры. Евгения Сергеевна, мы вот телефон показываем периодически на экране. Это телефон вашей общественной организации. И я думаю, что, наверное, если кто-то сейчас из членов организации смотрит и заинтересовался, он же... Это любой человек может обратиться к вам, прийти, сказать, что да, вот я хочу поучаствовать, хочу помочь. Да, конечно. Мы ведем приемные дни. У нас понедельник, среда, пятница, приемные дни. Но особый приемный день, который мы везде обнародовали, наши ветераны района все знают, в среду, с 10 до часу. На Сергея Лазо 33. Да, на Сергея Лазо 33, в кабинете 22. Мы ведем прием. И поэтому все чаяния, все предложения, все, как бы сказать, неудобства, которые есть у наших ветеранов, с чем они довольны и недовольны, мы проводим вот по каждую среду. Хотел, почему мы говорим, что у нас не очень большое помещение, оно до 30 квадратов, но и тут мы стараемся напоить чаем. Человек приехал с Прибрежного. Он ехал почти два часа. В возрасте, конечно, сложно. Ветераны, председатель наших ветеранских организаций в возрасте есть и 80 лет, и 75, и 86 лет, и 87 лет. Вы понимаете, возраст какой-то. Это в 20 кажется, что такого силы доехал. То есть не молодые люди, но трудоспособные, очень общительные, очень грамотные. И работают, конечно, очень хорошо. Очень хорошо. Все председатели, мне вот всем бы хотелось сказать большое спасибо, что они так хорошо работают на протяжении, что не всегда эти поездки, теперь 50 поездок, да, вот проехать туда и обратно. Не всегда автобус, особенно проблемы в Прибрежном. Но, невзирая на это, собираемся, готовимся, фотографируемся, проводим мероприятия, участвуем во всех мероприятиях, собираем их всех, как правило. От Глинки идет автобус, если это городские мероприятия. И люди собираются, наши ветераны, едут до Чайки, затем заезжаем на Минзавод к октябрю, и все мероприятия городские и возложения участвуем во всех мероприятиях. Не сдаетесь, несмотря ни на что. Не сдаетесь, да, даже в возрасте. Очень, конечно, трудно те, кто плохо ходит, с клюшечками, но труженики тыла, ветераны наши всегда в строю. Любовь Сергеевна, а вот вы работаете давно в организации, и 20-летие прошло тоже на ваших глазах. Я вот вижу у вас и брошюрка с 20-летия с собой. Скажите, пожалуйста, что, по-вашему, изменилось за эти 10 лет именно для вашей организации? Ну, для нашей организации изменилось уже то, что ушло очень много участников войны и жизни. Ушли труженики тыла, и как бы было 17 тысяч на то время ветеранов. Ну, за счет того, что к нам прибыли вновь пенсионеры, поскольку наша организация федеральные пенсионеры. И каждый год прибывают. Да, и каждый год прибывают. Вот за счет микрорайона Крутые Ключи развивается, Красноглинский район развивается, растет, и наша организация как бы увеличилась. Вот мы принимаем новых членов, вошли коллективными членами, вот секция вооруженной силы к нам вошла. Что еще изменилось? Направленность изменилась. Наша основная ведь обязанность – защищать права ветеранов, посещать их на дому, узнать, какие у них бытовые условия. Вот 10 лет назад мы сами посещали ветеранов на дому, узнавали их жилищные условия совместно с Центром социального обслуживания, составляли анкеты. Мы и сейчас их составляем. Но по тем временам не давали вот жилье, только-только входило. Эта программа ведь заработала в 2010 году, когда ветераны и труженики тыла стали улучшать свои условия, жилищные условия на основании нашей российской федерального закона о ветеранах, российского федерального закона о ветеранах. Вот. И стало гораздо легче. И обязанности эти уже на себя взяла социальная служба, которая и средства выделяет, и на учет их ставит. А 10 лет назад занимались все это советы ветеранов. Как бы эта нагрузка ушла, но другая нагрузка с компенсациями, с иготами пришла. То же самое. Объясняем, разъясняем. Совместно работаем с социальными службами. Мы очень хорошо, доброжелательно работаем. Проводим круглые столы, объясняем права и обязанности ветеранов, ведем приемы. И там, где сложно самим вопросом мы не сможем решить, выходим, естественно, и к юристам, и к депутатам, и к власти городской. Вот изменилась вот эта направленность. Дальше. Мы хорошо работаем с городской властью, и всегда городская власть хорошо относится к ветеранам. И финансируют, и проводят мероприятия, и вот выделяют, улучшают жилищные условия. Но программа о ветеранах в 16-м году два комитета департамента слились в один департамент. И ветераны, вот, была программа, самарская программа, ветераны Самары. Как таковая, она вошла просто пунктом вот в программу теперь опеки, материнство, детство, инвалиды и социальная защита. Там же и отдельным пунктом идет о ветеранах. Мы всегда общались с другими городами, ежегодно у нас были поездки на теплоходе. Ну, в связи, даже в очень трудное время для нашей России ветераны как бы друг с другом отменились опытом. Теперь, вот, два года уже как бы эти поездки отменили на теплоходе в другие города. Мы не делимся опытом, мы не проводим выездные конференции. Ну, вот, хотелось бы, конечно, чтобы эта добрая традиция, которая была долго-долго, очень долго на протяжении многих лет, вернулась. Вот, в этом году только председатели, вот, ныне покойным Сахаров, Сахарове плавали в Казань и обменились опытом с казанскими ветеранами. А так вот, в 15-м году мы в Пермь плавали, встречались с пермскими ветеранами, с чебоксарскими ветеранами, посещали памятные места. Естественно, в Волгограде наши участники войны, они еще живы, они в действии, они ведут уроки мужества. И, конечно, город-герой Волгоград для них не просто звук, а посетить его всегда хотят. Ну, будем надеяться, что, во-первых, нас услышат, да, во-вторых, что это вот какие-то временные трудности, которые пройдут. Да, 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 да. Хотя очень много наша власть, вот городская власть, очень много делает ветеран. А вот, Любовь Сергеевна, по этому поводу как раз, вот ваша-то задача собрать как-то в одно место аккумулировать проблемы ветеранские, проанализировать их, а решать-то все равно эти вопросы должна власть, потому что это в ее силах и в ее полномочиях. Вы сказали, что вы тесно сотрудничаете с властью. А с кем именно, вот с какими структурами? Ну, структура у нас вот в городе, в городской администрации, это, естественно, департамент опеки, социальной защиты, зам главы администрации Найденовой, Светланы Анатольевны, с ней сотрудничаем честно. Человек, который, кстати, с большой заботой всегда и с пониманием относится к вискарам. Да, с большой заботой и с пониманием, да. И финансирование через них идет. Вот, ну, какие-то проблемы свои высказываем, естественно, чем-то мы довольны, и чем-то недовольны, тоже понимание находим. С администрацией Красноглинского, наверное, с администрацией Красноглинского района мы, конечно, находимся в более тесном контакте. И мне бы, конечно, хотелось отметить и главу нашей администрации, Комарова Олега Игоревича, и особенно замглавы по общим вопросам Богодухову Елену Алексеевну, которая всегда с нами работает в тесном контакте. И начальник отдела по связям с общественными организациями это Акритова Виолетта Тариеловна. Это наша, вот как бы сказать, ну, очень хороший наш друг, наш помощник. Всегда с ветеранами, все мероприятия, все обговорим, все утрясем. И сейчас вот большую помощь оказывают в подготовке 30-летия. Все расписали по пунктам, по полочкам, все разложили. Теперь только останется провести, подготовиться и провести. Нам не ударить лицом в грязь. Ну, естественно, с нашей стороны тоже большая подготовка идет. Это очень сложно. Говорить легко, а готовить действительно очень сложно. И подарки продумать, и вот альбомы продумать, и где провести мероприятие, и кто будет ведущий, и кино о нас показать, которое мы планируем составить сами. Вот. Большой помощник заведующей библиотеки, тоже Татьяна Константиновна Соколова. Вот она, собственно, и помогает нам кино монтировать. Фотографий очень много. Фотографы у нас есть свои среди наших ветеранов. Вот тоже, как бы, не профессиональный фотограф, но всех нужно, все первички, председатели и их советы сфотографировать, изготовить фотографии, напечатать, разместить, составить летопись. Ну, огромная работа. Согласитесь, что это не очень, как бы сказать, ну, найти помощников с финансами, тоже непростая задача. У нас очень добрые традиции с предпринимателем Ламановым, Валерием Владимировичем, сложились давно. Он был главой администрации в свое время, вот 20 лет назад, ой, 10 лет назад, и очень помогал ветеранам. И сейчас, работая предпринимателем, помогает ветеранам. Депутаты помогают, тоже вот в поселке управленческом. Это Зорькин, это Рябов, который создал кадетский класс детей из неблагополучных семей. Вот он депутат, казачий атаман. Ну, не зря, что вы их выбирали. Да, да, да. Хорошо, что работают. Это Галстян Эдуард Томасович, все его знают, да. Вот поэтому у нас есть помощники. Хорошо. Любовь Сергеевна, я хочу немножко вернуться к предыдущему вопросу нашему по работе с властью. Ну, здорово, что откликаются вот на просьбы о помощи в подготовке праздника. Да, это хорошо. Но у вас же возникают и какие-то серьезные проблемы действительно у ветеранов. И вот вы говорили об отмене льгот. Вот, а в серьезных вопросах как вам удается находить какие-то совместные решения, понимание, помощь? Собираемся вместе все, и соцзащита, и мы, и социальное обслуживание нас выслушивают, что может власть решает, естественно, где-то выделить транспорт, где-то, может быть, попросит для нас помощь и финансовую помощь, вот в частности по оформлению нашего помещения будущего, тоже обратились. Это ведь тоже очень сложно сделать. Помогают, ищут и спонсора, и вопросы, и как потолок отделать, и кто электричество будет делать. То есть вот такие вопросы. юридическую помощь, есть юридический отдел, то же самое, если нужно, оказывают юридическую помощь. Ну и просто у нас же секции, вот секции репрессированные, 30 октября ежегодно покупают корзину цветов, выделяют транспорт, как уж с транспортом теперь очень сложно, даже заказать его очень сложно, но все равно администрация решает эти вопросы. Вот на все мероприятия, где идут возложения цветов к монументу на площади Славы, в парке Победы, у памятника Гагарина, то же самое. Всегда приобретут цветы, всегда выделят транспорт, всегда мы составим план мероприятий совместных, порешаем, как удобно ветеранам. То есть помощь. И тоже собрались, вот мы по этой, по льготам. По льготам, наверное, горячо было? Да, конечно, горячо было, но все равно мужественно все присутствовали, горячо было особенно в соцзащите, но мужественно все присутствовали, все объясняли, все разъясняли, сначала с председателями, потом уже в поселки выезжали и там разъясняли, вели и вели разъяснительную работу. И сейчас до сих пор, по понедельникам, вторникам, собираются ветераны, если что, бегут к нам, а мы уже их за ручку проводим в соцзащиту, благо мы на их территории и договариваемся, смотрим, какие выплатили льготы, чем помочь, какие не выплатили, кто виноват, что не пришли деньги. Бывает, что не вовремя передают сведения, бываем мы и сами виноваты, ветераны, да, не платим вовремя за что-то. Вот, отсюда не оплатишь одну услугу, как ком, не возвращаются льготы другие. И так ведь, да. Вот, и поэтому ведем совместно разъяснительную работу, стараемся. Ну, вот теперь наши ветераны участвуют и участвовали в создании координационных советов, общественных советов, микрорайонов. Их у нас в районе 42. Мы приняли самое активное участие по формированию этих советов. Вот я председателем в своем УСМ. То есть вам мало ваших забот. Да, да, да. Ну, избрали. Есть управляющие среди наших ветеранов, грамотные управляющие. Все ветераны, председатели, все членами вошли в советы и оказывают самую посильную и самую активную помощь. Вот даже на собраниях. То есть мы активно участвуем и в этой жизни. И цветы посадим, и проведем праздник двора. И, конечно, администрация и в этом помогает. Тоже сложно ведь провести праздник двора. Так ведь, да. И в этом помогает. И вот в общественных советах тоже самое принимают участие. Конечно, это тоже нагрузка. Я понимаю, что на администрацию нам как бы времени поменьше теперь удивляется. Ведь это большая работа. Но в любом случае совместно мы делаем, дела делаем. Собираемся. Вчера только у нас был совет в нашем микрорайоне. И так каждый месяц какой-то микрорайон ко мне за помощью обращаются. Мы ведь поздравляем наших участников войны, тружеников тыла, 90-летие поздравляем. Вот. Нам не всегда хватает тех средств, которые выделяет город. Средства ведь ограничены. Мы можем только на эти средства поздравить 90-95-летних и дальше. А у нас много 80-летних, в том числе и наши председатели. Поэтому вот изыскиваем средства дополнительно. Любовь Сергеевна, я думаю, что наши зрители присоединятся ко мне. И мы пожелаем вам в связи с 30-летием вашей организации всего самого, наверное, доброго, теплого. Находите силы, работайте, пожалуйста, потому что все это очень-очень нужно нам. А мы прощаемся с нашими зрителями, прощаемся с нашей гостьей. Увидимся в городе С. До свидания. Спасибо вам большое. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»